Друзья, ну как и обещал, в нашей эфирной студии появился первый гость Ирина Порутина, ведущий специалист компании Юристы 39. Здравствуйте. Здравствуйте. Как ваше настроение? Очень замечательно, предновогоднее. Ну и давайте познакомим телезрителей с вашей компанией. Ну понятно, чем она занимается. Защитой наших горожан. Да, мы предоставляем ряд правовых услуг. Вообще наша компания Юристы 39 работает не один год и очень успешно работает. Работает и целью вообще создания такой компании была ликвидация правовой безграмотности населения путем изначально консультации бесплатной, ну и потом уже в ходе консультации, когда у нас уже есть вопрос, который нужно будет решать, то мы его решаем, либо составляем правовые документы, либо решаем путем представительства в суде, ну и как бы все, что необходимо для решения того или иного вопроса. Ну понятно, дело в том, что вы помогаете, скажем так, гостям нашего города и людям, те, которые здесь живут, обучаете юридической грамотности. А вот самые нашумевшие, скажем так, дела, которые вы смогли выиграть на территории нашего города, может быть, есть такие? Такие прям громкие? Ну не сильно громкие. На самом деле люди обращаются по любым вопросам. Это самые частые. Давайте так. Самые частые, на сегодняшний день это пенсионные вопросы. И банкротство. Обязательно банкротство, обязательно, особенно когда у нас круг лиц расширился. Обязательно это земельные вопросы, потому что необходимо приводить в порядок документы. Люди живут годами и 20-летиями, и 40-х годов бывало такое, что приходили, показывали документы, и говорю, вы из какого архива их вообще принесли, и до сих пор ничего не оформлено. Разумеется, это семейные вопросы, самые насущные вопросы. Это алименты, это развод, это раздел имущества. Ну и наследственные вопросы чаще всего. Еще плюс ко всему, потому что тоже у нас и ситуация такова, и люди остаются без помощи, и не знают, куда обратиться и что делать. Конечно, обращаются к нам в первую очередь за консультацией. Посмотрите, небольшой вопрос про банкротство, потому что, насколько мне известно, сейчас, с 1 сентября 2020 года, его немножко упростили. И многие вообще не понимают, что вообще происходит, потому что люди идут в МФЦ, начинают заплатить документы. Вообще, это банкротство как оформляется? Те судебные дела, которые уже есть на сайте приставов, они списываются, либо списываются все долги до 500 тысяч рублей. Может быть, вы сможете дать ответ на этот вопрос? Если не сможете, мы потом с вами все еще раз встретимся и обсудим. На самом деле, есть ряд документов, да, список документов, которые необходимо предоставлять при подаче документов в МФЦ. Конечно, это в первую очередь, это работа с приставами. Для того, чтобы быть банкротом, точнее, подать документы по МФЦ, по упрощенному порядку банкротства, необходима очень большая работа, проведенная с приставами, когда уже все, уже просто некуда дальше, не выносит постановление о прекращении производства. судебного и, соответственно, дальше проводит все финансовое положение. Это и проверяют, и недвижимость, и какой заработок, и действительно ли человек не имеет такой возможности оплачивать свои долги. И тогда уже после всех характеристик, которые необходимы для статуса банкрота, тогда уже банкротят. Ну, то есть, не просто так. Это не просто так, да. В любом случае, это большая, трудоемкая работа. Самое главное, она требует составления правильных документов и сопровождения. Ну, и, собственно, дальше продолжаем говорить с вами, ну, немножко, опять же, затронем тему нашего сегодняшнего эфира. Это капитальный ремонт. Я понимаю, что эта тема очень такая... Насущная. Насущная, емкая. Можно говорить вообще часами. Но давайте вкратце. Были ли случаи, когда к вам обращались за помощью люди, которые добивались капитального ремонта? Были такие случаи. У нас последнее дело было в Гвардейском районе. Мы проводили исковое заявление, где у нас по факту требуется на сегодняшний день проведение капремонта трехэтажное здание, где живут люди, в котором нет даже пола. Но они продолжают там жить ввиду того, что больше некуда обратиться и некуда идти. Но на сегодняшний день мы еще в стадии процесса. Но в любом случае, я думаю, что вы поможете этим прекрасным людям. Чаще всего обращаются за консультацией. Правильно ли мне начислили? Правильно ли я оплачиваю? А как, допустим, если это уж совсем серьезные положения, там, одинокие пенсионеры или там многодетная семья, можно ли отсрочку попросить? Как составить правильно документы, чтобы получить отсрочку на оплату капремонта? Хорошо. Вот следующий вопрос. Как можно найти хорошего специалиста? Вот как отличить афериста от хорошего специалиста? Очень хороший вопрос. Потому что очень многие сейчас обращаются с липовыми договорами на оказание юридических услуг. Я вам скажу так. Не буду давать рекомендации, чем отличается хороший юрист от плохого. Я скажу, что мы, наша компания, не кормит никого обещаниями. То есть мы не обещаем. Мы просто делаем свою работу профессионально, качественно, ответственно. А самое главное, что мы берем ответственность за итог решения вопроса на себя, а не вешаем его на человека, который обратился. Неважно, как он закончится, тот или иной процесс. Самое главное, это делать и выполнять профессионально. Я так понимаю, что этим и отличается ваша компания от других. Да, да по совестности он. Да, потому что я знаю, что очень много есть липовых. Вот недавно мы даже знакомы, он попал в такую ситуацию, когда решил подать на банкротство. С него списали деньги, взяли на него кредит. И в итоге он с договором, там где даже неправильно указана дата его рождения, просто остался без денег. Без ничего, да. Причем эта компания находится вообще в Москве. Каким образом они решили защищать его права в Калининграде, в Калининградской области, до сих пор непонятно. Так что, друзья, бдите и, конечно же, обращайтесь к юристам, которые находятся на территории Калининграда и Калининградской области. Ни в коем случае не на территории России. Да. Да, ну и что еще вы можете рассказать о своей компании? Может быть, есть какие-то акции, либо скидки для новых или постоянных клиентов? У нас всегда бесплатная консультация. Абсолютно всегда и для всех. Более того, на сегодняшний день у нас действуют акции для пенсионеров, для многодетных семей, для детей-сирот, для инвалидов по 30% по обслуживанию, по ведению процесса, либо подготовке правовых документов по тому или иному вопросу до 1 февраля. Поэтому приходите, звоните, записывайтесь на консультацию. Мы находимся в Московский проспект 40, кабинет 610. Только что хотел спросить. Да. Уже сразу ответили. И наш телефон 526868, по которому нужно предварительно записываться на консультацию. Ну и ваши пожелания для телезрителей, камера в вашем распоряжении. Ну, ввиду последних событий, хочу сказать телезрителям, что если у вас есть какие-либо нерешенные юридические вопросы, положите свою ответственность на нас и оставьте все свои нерешенные вопросы в уходящем году. Ну и самое главное, будьте здоровы, берегите себя и своих близких. Ну, я дополню, самое главное начать решать свои вопросы, а не ждать до последнего, пока вопросы уже не будет возможности решить. Друзья, еще раз напомню, что у нас в гостях в студии была только что Ирина Парутина. Это ведущий специалист компании «Юрист 39». Спасибо огромное, что посетили нашу студию. Вам спасибо. Ну, а далее мы переходим к рубрике «Короткой строкой не переключайтесь».